Добрый день! С вами Наталья Бусенко. Сегодня мы с вами будем создавать такую брошь красная смородина из эпоксидной смолы и холодного фарфора. Для этой работы нам понадобится эпоксидная смола любой фирмы, запекаемая полимерная глина коричневая и зеленая, акриловая краска белого цвета, витражная краска красная и медиум прозрачная. Если мы хотим сделать переход цвета ягодок, то нам понадобится зеленая витражная краска, белая и желтая. Для лепки самого изделия нам нужен белый холодный фарфор, вайнер лист смородины, масляные краски коричневая, зеленая, белая и желтая. Для сборки нужна будет тайп-лента зеленая и коричневая. Латексный клей, который можно заменить на качественный строительный ПВА Д2 или Д3. Клей Е6000. Маникюрные ножнички, сверло, пара кисточек, стек универсальный, супер клей, несколько проволочек в белой обмотке номер 32 и в зеленый номер 24. Фурнитура для броши. Приступим к созданию нашей смородины. Для начала мы должны смешать два компонента эпоксидной смолы. Идея создания таких реалистичных ягодок смородины принадлежит Елене Гребенниковой. Хочу выразить восхищение ее талантом и благодарность за разрешение показать вам в видео уроке, как создать ягодки. Тщательно вымешиваем эпоксидную смолу. Я ее слегка нагреваю, чтобы ускорить процесс застывания. Но важно не переусердствовать. А тем временем мы подготавливаем зернышки для смородины. Смешиваем коричневую и оливковую запекаемую полимерную глину. Отрываем маленький кусочек и формируем зернышко. Для каждой ягодки смородины нам понадобится три зернышка. Отправляем их запекаться в духовку на 10 минут. Зернышки запеклись. И теперь мы ждем, пока эпоксидка станет густой. И вот, когда прошло часа 4, эпоксидная смола достигла необходимой нам консистенции. Она должна быть густой, но еще текучей. Воспользуемся силиконовым вайнером. Обратной стороной. Если у вас есть силиконовый коврик, он идеально подойдет. Набираем эпоксидную смолу на зубочистку. И укладываем на силиконовый вайнер. Не слишком близко, так как эпоксидка будет немного растекаться. Вот мы всю смолу поделили на маленькие порции. И будем ждать, когда она станет потверже. На данный момент прошло 4 часа. Эпоксидная смола уже не липнет, но еще мягковато. Вот капельки уже достаточно застыли. Прошло 6 часов. И начинаем скручивать ягодки. Заворачиваем зернышки. Можно сделать совсем маленькую ягодку смородинки, а можно добавить еще одну или две капельки эпоксидной смолы. Таким образом варьируем размер ягодок. Выкатываем шарик. Когда все смородинки скручены, мы должны продолжать поправлять форму ягодок. Эпоксидная смола еще не достаточно твердая. И она пытается стекать. Образуется такая грань. Поправляем их до тех пор, пока эпоксидная смола не затвердеет. В этом случае я поправляла ягодки два раза. Вот шарики стали твердыми. Наши будущие смородинки уже не деформируются. И мы можем перестать их контролировать. Собираем все наши ягодки. Вайнеры нам уже не нужны. Следующий этап – сделать в шарике дырочку. Для этого мы воспользуемся ручным сверлом. Если у вас есть бармашинка или шуруповерт, это значительно сэкономит вам время. Выбираем такое место для отверстия, чтобы зернышки правильно располагались в ягодке. Сверлим отверстие примерно полтора миллиметра вглубь. Этого достаточно, чтобы проволочка надежно держалась. Когда мы просверлили все бусинки, нам нужно подготовить проволочку. Нам понадобится белая номер 32. Очень тонкая. Также можно воспользоваться тридцатой. Откусываем проволочки для каждой ягодки. Воспользуемся суперклеем. Таким образом приклеиваем абсолютно все ягодки. И вот, когда мы выполнили эту работу, нам понадобится белая акриловая краска для следующего этапа. Слегка разбавляем ее водой и тоненькой кисточкой на каждой ягодке наносим полосочки. Делаем это со всеми будущими смородинками. Теперь нам нужно выбрать ягодки для нашего изделия. Мы их делим на кисти и приступаем к окрашиванию витражными красками. Нам понадобится зеленая, желтая, белая и медиум. Все компоненты перемешиваем и покрываем ягодку. Для розовеньких ягодок нам необходимо красная, белая и прозрачная краска. Смешиваем их в разных пропорциях и получаем мягкий переход цвета. Используем ее в разных пропорциях и получаем мягкий переход цвет. Используем ее в разных пропорциях. Используем ее в разных пропорциях. Используем ее в таком виде. Используем его в разных пропорции. Используем его в разных пропорциях. Для красных ягодок смородинки смешиваем красную и прозрачную витражную краску. Когда мы все смородинки покрасили, оставляем их подсохнуть на сутки. И когда витражная краска застыла, мы можем в белый холодный фарфор вмешать коричневую и зеленую масляную краску. Также нам понадобится тонкая бумажная салфетка. С помощью нее и холодного фарфора мы будем создавать остаток цветочка на ягодке. Для этого мы холодный фарфор укладываем между пленочек. Можно воспользоваться файлом. И прокатываем чем-нибудь цилиндрическим. Прикладываем кусочек салфетки. И опять прокатываем. Фарфор проходит через волокна целлюлозы и таким образом армируется. Отделяем от пленки. Отрезаем лишнее. Нарезаем такие полосочки. От которых нам легко будет отделить нужный кусочек. Остальное прячем в пленку, чтобы не сохло. Этот кусочек бумагой вверх мы надеваем на стек. Сжимаем и скручиваем. Теперь с помощью клея Е6000 закрепляем на ягодке. Отрезаем лишнюю длину. Клея Е6000 закрепляем на ягодке. И пальчиками сжимаем. Получаем такую смородинку. Хвостики делаем меньше, чем мельче наши ягодки. И когда все ягодки готовы, мы делаем черешки для них. Для этого в белый холодный фарфор добавляем зеленую масляную краску. Проволочку смазываем латексным клеем. Берем маленький кусочек фарфора и оборачиваем проволочку. Формируем черешок. У основания ягодки черешок должен быть потолще и постепенно сужаться. Пока черешки на смородинках у нас подсыхают, мы можем слепить листики. У меня есть снятые оттиски с листьев смородины. Подобный ваннер можно приобрести в специализированных магазинах. Разминаем кусочек зеленого фарфора и раскатываем на ладони. Делаем оттиск вайнере. Такой листик получаем. отрезаем лишний фарфор и теперь аккуратненько вырезаем край листочка. отрезаем лишний фарфор и теперь аккуратненько вырезаем лишний фарфор. Убираем лишний фарфор. вот мы листик вырезали и сейчас будем прокатывать его край. отрезаем лишний фарфор. смазываем проволочку латексным клеем и закрепляем на ней листочек. укладываем листик на неровную поверхность. кусочками салфетки можно корректировать форму. Всего лепим 5 листочков. И пока листочки сохнут, можем собрать ягодки смородины в кисти. Нам понадобится тайп лента зеленого цвета и суперклей. ленту мы отмеряем, растягиваем и отрезаем. Сворачиваем несколько раз пополам. И отрезаем тоненькие полосочки. Нам нужно три штучки. Аккуратненько разворачиваем. И закрепляем на первой ягодке. Добавляем еще одну. И вот у нас уже две проволочки. Толщина достаточная, поэтому у следующих ягодок проволочку мы подрезаем. Добавляем еще одну. И так далее. Спасибо за с過去. Акуратненько, начиная магия проявилась в текге. Периодически добавляем ягодки с длинной проволочкой, чтобы поддерживать толщину черешка. И закрепляем ягодки с длинной проволочкой, закрепляем последнюю ягодку. Тайп-ленту закручиваем до самого конца проволочек. И получаем такую кисть смородины с переходом цвета. Собираем еще две маленьких кисточки. И теперь нам надо покрыть фарфором черешок и спрятать всю тайп-ленту. Смазываем латексным клеем. Небольшой кусочек холодного фарфора раскатываем и распределяем по черешку. Музыка. 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 Теперь собираем излишки и отрезаем. Сглаживаем неровности. Когда фарфор высохнет, черешок будет смотреться тоньше. Кисти смородины мы подготовили. Далее нам нужно сделать черешки для листиков. Когда черешок подсох, мы можем сделать черешки. Можем тонировать листочки масляной краской. Обратную сторону листочка прокрашиваем зеленой и белой краской. Зеленую краску на лицевой стороне листочка наносим так, чтобы не закрасить жилки. Они должны оставаться светлыми. Добавляем желтую краску. Смешиваем белую и желтую краску и аккуратненько проходим весь край листочка. коричневой краской добавляем немного точек для естественного вида. И вот, когда все детали нашей броши подготовлены, мы можем приступать к сборке. Для этого нам понадобится коричневая тайп-лента. И вот, когда мы делаем краску, мы делаем краску. Субтитры создавал DimaTorzok Объединяем две веточки. И добавляем листочек. Примеряем место для последней кисти. И закрепляем ее. Добавляем все. И добавляем последние два листочка. И закрепляем все тайп-лентой и супер-клеем. Откусываем лишнюю проволочку. Добавляем маленькие зеленые листочки над теми ягодками, крепления которых мы видим. Добавляем коричневые листочки над теми ягодками. И закрепляем их в местах выхода зеленых черешков с веточки. Вот что получается. Осталось сделать веточку. Тайп-ленту покрываем латексным клеем. Коричневый фарфор смешиваем с белым. Формируем веточку. Стеком распределяем фарфор. Формируем веточку. Выпи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Аплодисменты. Выпи-пи-пи-пи. Подписывайтесь на канал. Примеряем фурнитуру и оставляем подсохнуть на пару часов. Когда фарфор застыл, мы можем приклеить фурнитуру с помощью клея Е6000. Прижимаем к подготовленному месту. Все проверяем и оставляем клей схватиться на 30 минут. Когда клей застыл, мы можем протонировать веточку коричневой краской. Добавляем белую масляную краску. Можно слегка подкрасить кисти смородины. И если в процессе сборки у нас повредилась прокраска листочков, мы можем это поправить. И наша работа завершена. Спасибо за просмотр урока по созданию веточки красной смородины из эпоксидной смолы и холодного фарфора. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь в социальных сетях. Под видео я оставлю ссылку на урок Елены Гребенниковой. Также Елена выпустила книгу по лепке из холодного фарфора с подробными мастер-классами, где делится своими секретами мастерства под названием «Полимерная глина, техника, приемы, изделия». Желаю вам творческих успехов и вдохновения. С вами была Наталья Бусенко. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова